Вы смотрите программу Абсолютный слух. Программа Абсолютный слух. Программа Абсолютный слух. Одним из родоначальников комической оперы. Об этом необыкновенном человеке, самым известном представителе огромной музыкальной семьи Филидоров, мы и расскажем. В роте королевских мушкетеров Людовика XIII, хорошо известный благодаря романам Александра Дюма отца, служил габаист по имени Мишель Доникан. Однажды монарх, решивший похвалить своего музыканта, назвал его Филидором, именем знаменитого итальянского габаиста, виртуоза Филидорий, чья слава гремела по всей Европе. Неизвестно, был ли придворный музыкант доволен таким сравнением, но новая фамилия накрепко приросла к нему, а затем и ко всей обширной музыкантской династии. Дети, внуки и правнуки продолжили семейные традиции, Филидоры подарили Франции множество выдающихся музыкантов. Некоторые из них стали прекрасными габаистами и даже внесли свой вклад в усовершенствование этого инструмента. Придворным габаистом был и внук основателя династии Андре Филидор. Он участвовал в военных походах и написал немало маршей, а со временем дослужился до должности копеиста, нот, библиотекарь и композитор при дворе Людовика XIV и даже обзавелся собственным гербом. В его семье родилось 23 ребенка, двое из которых стали композиторами. Большое будущее ожидало младшего из сыновей Франсуа Андре Доникана Филидора. Андрей появился на свет в 1726 году. Мальчик оказался нарядкосталантлив. В шесть лет он уже пел в Королевской капелле, а когда ему было 11, его сочинение впервые прозвучало в придворном концерте. Музыка так понравилась Людовику XV, что тот подарил юному композитору пять луидоров, пообещав платить за каждый следующий опус. Азартные игры, кости и карты в Королевской капелле были под запретом, а потому музыканты часто коротали время за шахматами. Наблюдая за интеллектуальными сражениями взрослых, Андрей изучил основы шахматной науки. Вскоре оказалось, что он с легкостью одерживает победы над старшими коллегами. В парижских кафе 18 века частенько играли на деньги, и для юного шахматиста такие поединки слушали хорошим заработком. Кроме того, они давали возможность завести интересные знакомства. За шахматными столами в кафе «Режанс» любили проводить время французские просветители. Друзьями Фелидора стали Дени Дидро и Жан-Жак Руссо, который предложил ему поучаствовать в создании оперы и балета «Галантные музы». Как утверждают некоторые источники, Фелидор также помог Руссо в работе над оркестровкой его оперы «Деревенский колдук». В возрасте 19 лет Фелидор отправился на гастроли по Европе в качестве аккомпаниатора. В какой-то момент, поиздержавшись, молодой человек решил поправить свой бюджет, играя в шахматы. Его оригинальное мышление привлекло внимание богатого английского аристократа. Оценив дарование талантливого шахматиста, он пригласил его в Лондон. В британской столице Франсуан Дре Деникан Фелидор задержался надолго. Он не только одержал блистательные победы над гроссмейстерами, но и смог издать книгу под названием «Анализ шахматной игры», которая побила рекорды популярности среди любителей шахмат. Только в 18 веке она выдержала 42 издания. Фелидор разработал методику, которую впоследствии назвали «позиционным стилем игры». Он призывал игроков не бросаться в атаку, а тщательно обдумывать построение сильной позиции. «Пешки душа шахмат», – писал Фелидор. «От их хорошего или плохого расположения целиком зависит победа или поражение». Непобедимый шахматист удивлял современников сеансами одновременной игры с несколькими противниками. Эти партии он вел вслепую. Странствуя по Европе, Фелидор никогда не забывал о музыке. В Англии он изучил сочинения Генделя, что позволило ему писать матеты в его стиле. В Германии познакомился с произведениями немецких композиторов и углубился в изучение теории музыки. Фелидор системно впитывал музыкальную культуру разных стран, и это вызвало восхищение его младшего коллеги и тезки, композитора Андре Гретри. Тот назвал Фелидора тонким музыкантом, первым на французской сцене, соединившим итальянскую мелодичность с немецкой глубиной. После девяти лет, проведенных за границей, Фелидор вернулся в Париж, в надежде получить пост королевского капельмейстера. Однако надежды не оправдались. Ему пришлось зарабатывать на жизнь уроками музыки и шахмат, а кроме того, сочинять музыку по заказу. В то время во Франции стали популярны комические оперы. Простые парижане любили веселые музыкальные спектакли, где главными героями становились похожие на них люди. Мелодии были близки к народным, а действие включало в себя забавные диалоги. Первая же опера Фелидора под названием «Блесс-башмачник» имела головокружительный успех. В твой поры композитор стал писать комические оперы с завидной регулярностью. Из-под его пера вышло 27 таких опер. Самыми известными из них стали Санчо Панса, «На своем острове» и особенно «Том Джонс», написанная на сюжет романа британского писателя Генри Филдинга. Фелидор поразил слушателей, впервые включив в оперу квартет солистов, певших без оркестра, то есть акапелла. Кроме комических опер, Фелидор писал и оперы «Дравы». Эрни Линда, принцесса норвежская, принесла композитору одобрение королевской семьи и стабильный доход. Она прозвучала на свадьбе будущего короля Людовика XVI с Марией Антуонеттой. Людовик XV назначил композитору ежегодную пенсию. Не забывали о Фелидоре и британции. Прежде всего, они видели в нем великого шахматиста. С 1775 года по приглашению Сент-Шеймского шахматного клуба он ежегодно проводил 4 месяца в Лондоне, участвуя в публичных играх и давая уроки шахмата. Во время одной из таких поездок между Англией и Францией разгорелась война. Кроме того, после революции 1789 года во Франции наступила эпоха террора. Для бывшего королевского музыканта путь на родину оказался закрыт. Лишь в 1795 году родственники Фелидора добились исключения его из бископерсон Нонграта. Однако было уже слишком поздно. За несколько дней до того Франсуа Андреа Донникан Фелидор скончался в Лондоне. Почти через сто лет Фелидор автор множества музыкальных комедий и сам стал героем комической оперы под названием «Победить Фелидора». Ее премьера прошла в Париже. По сюжету заглавный герой-композитор Фелидор занят игрой в шахматы. Так на сцене соединились две ипостаси его творчества, о которых французский композитор Гретри писал. Он шел через лабиринт звуков с такой же легкостью, как играл в шахматы. Ни один шахматист не мог победить его в игре, наполненной таким количеством комбинаций. Ни один музыкант не достигал такой лучезарной ясности в своих сочинениях.